Проектирование в процессах производства сервиса и так далее. И вот первое, вокруг чего мы сосредоточились с точки зрения работы с данными, это их дальнейшее использование для критериев, которые определяются бизнесом. То есть какой-то из бизнесов может сказать, я хочу повысить свою репетрую на 10%. И тогда начинают финансисты выстраивать, в основном это действительно, как Анна уже говорила, начинают устраивать исправизацию РБК-офиса для того, чтобы быстрее умеет задавать отчетность по РСБО, МСФО. Кто-то юридические контракты переводит в эту составляющую и говорит, у меня теперь контракт на согласование, пробегая дни за 3 или 3 недели, а пробегая за 2-3 минуты, ну или за 2-3 часа, в зависимости от этого. У нас история намного проще, акционер говорит, насколько так, как мы являемся четвертой компанией в мире, по производству, то есть есть Альстон, есть Бомбардье, есть, соответственно, Сименс и есть, так сказать, мы четвертая компания по размеру в мире, которая производит подвижной состав. И такое количество заводов, больше 150 точек, где локомотивы обслуживаются, больше 90 депо, где происходит более-менее еще не в поле обслуживания, ремонт. Вот эту всю сеть надо накрыть чем-то единым, требующим не только возможность данные генерить, но делать эти данные достоверными. К чему всегда бывают вопросы, когда используется человеческий фактор, и так или иначе интерпретация человеком данных, она приводит к некому, как минимум, к нижней степени недоверия к этим данным. Вторая часть, которая нас, соответственно, всегда интересовала, это безопасность использования данных, поскольку вы понимаете, что РЖД как инфраструктура двойного значения очень ощутительно относится к тому, что происходит не только с подвижным составом, но и с инфраструктурой, поездными бригадами, с энергетикой и так далее. Ну и третья составляющая, это то, что касается прогнозирования обслуживания, то есть, если где-то на пламени или на северном широком ходу остановится та или иная подвижная, соответственно, либо локомотив, либо состав целый, это может замкнуть ситуацию и пропускнуть способность резко пойти. То есть, возвращаясь к этим объектам, мы говорим, что каждый из этих объектов на сегодняшний день имеют тот или иной уровень оборудованности датчиками. Понятно, что они являются разрозненными. Взять датчики, которые стоят на локомотивах, произведенных в 80-90-х годах, их уровень качества, скорость передачи с них данных и так далее, она очень существенно отличается от того, что есть в нашей истории в локомотивах, произведенных в 2018 или 2019-м годах. И если мы, то общую историю покажем, мы выбираем для этой работы как архитектурное решение несколько различных платформ, но сейчас как раз происходит их сравнение с точки зрения результативности. То есть, одна из платформ, например, A-box от VTC, которую мы используем где-то. Станки, например, в заводе, компания Цифра. Мы как интегратор используем решения не только российские, но и решения западные. И, например, из российских компаний Цифра, в основном, спичер, который больше 700 станков на сегодняшний день уже оборудован на одну, только в заводе этими данными, и мы имеем возможность, соответственно, это все собирать и тянуть. Также больше 7000 локоматиков оборудованы специальными устройствами, которые из 22,5 тысячи, это тоже очень важно понимать, что в 2-3 локоматик на сегодняшний день генерят данные, которые проходят через человека. И сырая агритивная информация попадает к нам в несколько агрегированных уже битвей. То есть она теряет свою достоверность и свою сырость, так называемую. Поэтому, если есть возможность риснуть на слайд номер 3, для того, чтобы просто общую картинку понять, это еще одно третье сутевое. Да, отлично. Соответственно, первое – это спор данных. То есть оборудовать теми или иными датчиками, работающими в 2G, в 3G, в фиксированной связи, в 5G, это действительно, как Борис говорил, на мусорске не принципиально. Мы сегодня уже решаем эту задачу. У нас нет системы, как у военных, реального времени, когда надо объект перехватывать с точностью до секунды. Вполне достаточно, когда точность измеряется минутами или даже часами, с точки зрения этой информации. И уметь обработать эту информацию, то есть обработка касается, как путей ее хранения, как интерпретации этих данных, как различного рода, соответственно, кластеризации размещения по разного рода базам данных. Это вот элемент, вокруг которого точно всегда сосредоточится. И как только вы начнете цифровизовать любое из своих предприятий, вы столкнетесь, первое, с тем, что, первое, есть ли данные или нет, второе, чистые они или нечистые, насколько оперативно они постараются, насколько они поставят, насколько безопасно они могут быть использованы как вами, так и против вас. Потому что очень многие зачастую, обвешивая свое оборудование датчиками и подключаясь к какой-то нему с системе, забывают о обычных элементах инновационной безопасности и потом с удивлением узнают, что их данные о производстве, о людях, о инфраструктуре, о экологии в этом районе находятся на серверах в Бельгии, США или каких-то других дуружественных нам стран. То есть вот это одна из вещей, которые должны при цифрализации быть очень приоритет. Первое, мы имеем очень много старых решений, которые надо интегрировать и не надо менять полностью на новые. Если это не имеет какого-то, несет прямой экономической штуки. Второе – обеспечивать их безопасность. Это один из приоритетов, который вы должны своим интеграторам, внедренцам, разработчикам ставить как задачу, как физически обезопасить использование данных для себя и использование данных против себя. Это эффекты, которые обязательно требуют внимания. Третья, четвертая вещь – это обучение. Мы это называем обучение. Кто-то называет сменой культуры в зависимости от подхода. То есть чья-то организация больше ориентируется на bottom-up эффект, когда снизу наверх идет потребность и таким образом эти потребности закрываются. Людям даются более удобные инструменты в виде мобильных приложений или чего-то. Где-то идет наоборот каскотирование. То есть руководству нравится, а они хотят обеспечить прозрачность своих процессов и очистить их от тех самых промежуточных изменений, которые человек вносит в управитель департамента или какой-то службы. И это приводит к чему? Вот конкретный пример. Депор Вихарев – это братск, город в Иркутской области. То есть нормальная середина России, хорошие мужички работают. Которые, будучи на первом этапе, представлены около 60 решений, которые мы там поставили справы, там и очки виртуальной реальность, кстати. Они помогали вместо того, чтобы технические публикации листать, они помогали определять нашими предиктивными инструментами, какой из банок, например, надо далить электролит в аккумуляторах батарей или какой тябровый двигатель вышел из строя, и он посвящивался красным, и человек обращал внимание только на него и работал только с ним, не бегая. Ну, то есть переходили и можем стоять. Ну, в чем фиша? Одно дело, когда мы приходим, мы благими намерениями вымощиваем эту дорогу. Четыре часа утра, камера скрытого наблюдения, которая была установлена, снимает прекрасную картину, когда два человека из бросковой-то поливают активность девайсов, стоящих в церкву, который обеспечивал им возможность не уходить с рабочего места, получать конкретные данные. Люди засекают время в льду, классно москвичи, хорошее сделали девайс, четыре минуты продержался до того, как сдохнуть. То есть эти элементы, можно их обучение, культура как угодно, но если изначально, это культура, да, но если изначально вы обучаете только тому, какую кнопку нажать, и какая история должна их, там, либо освободить от лишних затрат времени, либо упростить их, я не знаю, там, отчетность, получить быстро деньги и так далее, надо не забывать о том, что люди говорят, что, окей, теперь как будешь видеть, что я эту работу, которую записал, что я делал восемь часов, я ее делал за три минуты, все остальное время отдыхал. Это тоже смена парадиба, которую надо ему объяснить, что теперь вы становитесь не людьми, сидящими под грязной, вот грязной в том смысле, что, когда он, особенно, в феврале заходит с морозом минус 40, он начинает потеть, ну, в плюсовой температуре, вы как раз понимаете, что цирку, это, начинает с конденсат, и человек стоять, когда на него капает все это, а он, ведь, он, нужно, не так комфортно. Другое дело, когда он, увидев зашедший локомотив у себя на экране, будь то планшета, будь то большого размера дисплея, видит, что все, что ему нужно сделать, это поработать с двумя объектами, тут забить дополнительный электроник, тут поменять тормозную колонку, и все, поставить галочку, он ушел. Остальное время он пьет кофе, а за всю эту работу он получал те же самые деньги, как за проведенные 8 часов под этим локомотивом. То есть, вот эти вот нюансы обязательно, как четвертый параметр культуры и обучения, надо обязательно учитывать эту вот приоритет отражаю. Ну и самое, ну, как бы, в завершении, это, вот, завершение цепочки, я имею в виду, пятый, наверное, приоритет, который вам надо посмотреть, это договориться с заказчиком, в нашем случае это проще, мы имеем такого, прям, классного акционера у Трансмаша, который четко видит, что он хочет получить от цифровизации. То есть, кто-то бежит за EDD, как я уже говорил, кто-то бежит за тем, что у него мультипликатор при оценке компании изменится под стрюки-четверки, которые для промышленной сервисной группы, ну, улучшен в случае стрюки-четверки, он бежит за трюки-четверки, но это совсем другой уже подход, и тогда возникают совсем другие эффекты для акционера. То есть, надо уровень менеджмента и уровень акционера всегда понять, кому больше интересна история с цифровизацией. Ну, на данном конкретном предприятии, кому-то, может быть, это будет на уровне менеджмента достаточно, кто-то будет еще и с акционерной точки зрения. И тут возникает вопрос в том, что какие показатели сейчас больше интересуют. Кого-то будет интересовать действительно функция бэк-офиса, когда у них формируется быстро отчетность и закрывается, и, соответственно, можно быстро выплатить функции всем сотрудникам компании. Кого-то интересует то, что физически локомотивы производятся будут, ну, что на заводе, если мы говорим про Новочеркасск, что так 16,2 дней на производство локомотива и в месяц до 12,5. Здорово, здорово. Опять же, возникает функция, раз я могу произвести больше, возможность моя начинается в то, что переходить не просто контракт у жизненного церкви, как мы делаем это сейчас при поставке локомотивов, а переходить уже контракт, например, как одна из функций, переходить к контракту по остаточной стоимости. То есть, когда у вас локомотив или какой-то нибудь из объектов меняется, когда остаточная стоимость его остается, ну, любой, то есть он срок покупаемости сегодня завершил. Это принципиально, вот, на эти, ну, так как сфровые данные позволяют это посчитать в режиме не просто реального времени, а сделать это достоверно, не оценичный конец по среднему, суждением, сделать это достоверно. То есть вы всегда имеете возможность у менять тогда бизнес-модель и уходить. А бизнес-модель у нас сначала бизнес-модель контракта жизни нового цикла, а потом уже в других бизнес-моделях, ну, одна из которых может быть оценка либо остаточной стоимости, либо срок покупаемости. Ну, и, исходя из этого, вот такие заказчики, кто использует эти данные, там, в рецепте РЖД, ТМХ, концертные тракторные заводы, гражданская часть которого попала тоже в наш периметр, и на Васю-Чебоксарского тракторного завода мы имеем возможность применить тоже эти цифровые инсументы. Потому что, по большому счету, гараж, которым вызывается депо для автоматизм, гараж для мотор-транспортной тракторной станции, оперирующей различными тракторами, принципиально по процессам они исходны. То есть там могут быть какие-то нюансы, связанные с количественными показателями, но качественные процессы настраивать можно. Мы нескольких поставили кнопку, говорим, у тебя через три дня вот этот процесс побежит. И тут нужны еще очень быстрые победы, иначе автокус, культу-менеджмент, культу-акционеры начинают терять интерес к этой истории, когда видят, что эти вещи добавляют своемость, добавляют затраты, но не всегда добавляют экономический эффект. И тут тогда начинается долгая эпопея уже с финансовыми службами, с институционными комитетами, и такая. Поэтому лучше сразу ориентировать на качественный подход, то есть качественный показатель. И эти качественные показатели должны физически быть достижимыми не на горизонте, а полутора-трех лет, а они должны будут измеряться, в лучшем случае, неопартовыми. Я тут не помню, насколько значение там будет. Если я не стараюсь, то все эти истории уже была подключена, и все расходы не знают. Ну и, соответственно, как я уже говорил, у нас есть три направления. Вот цифровой завод, там больше 740, единица оборудования подключена, и там интеграция с МЭС-системой, с 1С-сайер и так далее. Есть цифровой сервис, это речь уже идет о локомотивах, которые находятся в больше 7500 локомотивных секциях, перспективно анализируются и так далее. И, соответственно, цифровой актив, который физически позволяет повысить использование, ну, утилизацию этой истории где-то на 22% по тем вещам, которые мы получили на железной дороге. Ну, с точки зрения приоритета, я надеюсь, максимально широко и не слишком скучно для спокойной широкой аудитории. Спасибо вам. Игорь, спасибо большое за такой достаточно подробный доклад. Я действительно, когда слушал, я действительно оказался рядом вот с этими мужчинами, которые поливали не францбойт, а айбад, да, вы сказали? Ну, был риос, как кири, да, 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 да. Спасибо большое. Очень интересно, кстати, таки, под большим впечатлением от этого доклада скажу, что Игорь – это именно тот самый спикер, который довез меня на такси сюда. Спасибо вам большое. Давайте идти дальше. Мы уже начали говорить про решение, Игорь уже начал эту историю про решение, про внедрение. Поэтому давайте попробуем передать слово Подольному Вадиму, заместитель генерального директора завода «Фисприбор». Коллеги разработали систему класса АСУПП, и мне вот интересно другое. Всегда вот, когда я общаюсь с российскими разработчиками, у меня был опыт в разработке продуктов, там гораздо всех дорог, если будет время, может, я тоже там два слова скажу. Но всегда интересно, на что ориентировано, на какой рынок они ориентированы, там, с моей точки зрения, ориентировать продукты, программу успешения на российский рынок. Но история очень недолгосрочная. Всегда нужно ориентироваться более широко, всегда нужно делать какую-то международную экспансию. Вот с точки зрения вас, Вадим, как вы себе видите сейчас, поскольку вы представляете коллектив, который фактически разработал успешное решение, насколько вот на данный момент российские решения, как говорят, способны? Вот Игорь говорил про «Фингборгс», это известная платформа «ПТС», это лидер, там, мировой ПЛМ от так называемых систем. Вот насколько наши решения, они все-таки в каких секторах они конкурентоспособны, чем у них на сегодняшний день преимущества, кроме того, что у нас, ну, как бы импортозамещение, значит, там, на флаг поймута и недостатки. И вот каким образом вообще повышать их экспортный потенциал? Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего нужно пояснить, что физприбор – это производитель российского СУТП, который состоит из двух больших частей, это низовая автоматика, это стерконтроллеры и программное обеспечение, это новое то, что у нас появилось как раз в этом году, мы сейчас разработали программную платформу для СУТП и интернет-вещей, «Вершок», который мы сейчас как раз активно пиарим, вот, но в целом мы получили законченную систему. Ну, а если вообще глобально отвечать этот вопрос, то, ну, прежде всего, физприбор родом из атомной энергетики. И еще тогда, когда было принято решение после появления нового государства в 90-х, будем говорить, вот так вот, что будет атомная энергетика развиваться и что атомная энергетика будет применяться и как основа экспортного потенциала, физприбор уже тогда начал заниматься автоматизацией, во-первых, вновь возводимых АЭС в России, а во-вторых, тогда, когда мы начали, собственно говоря, заниматься СУТП, мы увидели, что то, что сейчас происходит в современной действительности, тех решений даже иностранных не хватает, чтобы закрыть наши потребности. Например, именно в России в 2003 году был ведрен третий блок АЭС, это первый блок АЭС с компьютерным управлением, то есть с полностью современной цифровой системой. Сделали ее на российских технологиях, потому что, когда пришел просто Сименс, готовился к своим решениям, ему просто не хватило, чтобы автоматизировать порядка 120 тысяч точных сигналов. То есть нам пришлось весь Сименс свернуть с уроком и сделать свое решение. И вопрос импортозамещения в атомной энергетике начался в начале двухтысячных, когда мы понимали, что просто технологий недостаточно западных для того, чтобы развивать нашу атомную энергетику, потому что у нас темпы развития атомной энергетики намного быстрее идут, чем у наших западных коллег. Сейчас, например, Росатом занимает две трети рынка по экспорту ядерных технологий, по строительству атомных электростанций, сопутствующих технологий. Поэтому на сегодняшний момент Россия, и в том числе ФИС-прибор, вместе с Росатомом успешно экспортирует различные решения. Наши системы автоматизации представлены на многих АЭС, которые сейчас строят Росатом за рубежом. И не только Росатом, есть и на китайских АЭС решениях, которые Китай самостоятельно строит. Но прежде всего, например, ФИС-прибор стоит на чьих блоков, куда была эта Индия. Мы стоим на различных других объектах. Сейчас я не буду уточнять, но это все можно гуглить, посмотреть. То есть экспортный потенциал на самом деле колоссальный. И естественно, что все то, что мы сейчас делаем, нацелено на экспорт, на цифровую нефть. То, о чем сейчас все говорят как раз. И мы как раз, наверное, типичный представитель компании, которому удалось захватить часть международных рынков. И если посмотреть, например, на наших конкурентов, у нас это не так много. Это Синенс и Ареба, это Роллс-Ройс, это корейские наши коллеги, и это Китай, то решение, которое представляет Россия, это СУТП поколения 3+, то есть 4 это уже будет без оператора, который оператор уже превратится в супербайкера, уже в принципе сам ничего не будет делать. Но уже сейчас, уже сейчас, и низовая автоматикой и программное обеспечение наше, имеет именно приорудование у поколения 3+, это очень соответствует поколению как раз индустриальной революции. Поэтому тут вот можно соотнести просто, это достаточно долго рассказывать, я не буду на этом останавливаться. Если будут вопросы, можно будет отдельно задать. Вот. Все остальные решения, которые есть, либо железо соответствует, либо софт соответствует. но вот такого, чтобы соответственно и жили развесок, и столько в России. Более того, в России даже есть две школы, в отличие от всех остальных указанных в странах. Ну вот, наверное, вот такой ответ. Спасибо большое. А вот, скажите, пожалуйста, просто продолжение. Все-таки вот ваше решение, разработанное, оно в каких-то проектах других, вы планируете его продвигать не только в атомной энергетике, но и в каких-то других промышленных производствах? Ну, естественно, мы сейчас делаем диверсификацию бизнеса, потому что в России есть достаточно понятные перспективы по строительству АЭС. После проекта Курска АЭС-2 я проектов новых не видел, поэтому мы для себя видим достаточно серьезное развитие и в нефтегазовом секторе, и в транспортной отрасли, и умные города. У нас сейчас достаточно идут серьезные пилоты в каждом из этих направлений. Более того, мы уходим на консюмерский рынок с программным обеспечением, то есть у нас сейчас совместно с крупными интеграторами, несколькими, тестируется решение в облаке, куда вы можете подсоединить простое любое свое устройство. Это какой-нибудь либо лора-датчики, которые могут контролить температуру и давление, то есть замерзный дом, безопасность, то есть такое абсолютно бытовое решение для конечных пользователей. Так что мы сейчас активно работаем по диверсификации. Спасибо большое. Я думаю, вопросы мы зададим после.